Друзья мои, здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как побывал в Таиланде, ездил по бойцовским клубам, был в кемпах по тайскому боксу. Много лет назад, в 2010-2011 году, с классического бокса я переключился на тайский. И начал путешествовать в поисках лучшей школы. Я не буду создавать какое-то конкретное мнение об одной из тех школ, в которых я побывал. Хочу, чтобы это мнение сформировали именно вы. Но я расскажу вам плюсы и минусы, вопросы, связанные с тренировочным процессом, то, как ведут себя тайцы внутри страны, с теми людьми, которые приезжают в их кемпы. И в дальнейшем я поведаю вам о том, как побывал в каждом из этих кемпов. Помимо тайского бокса, в Таиланде, конечно же, есть чем заняться. Погулять, посмотреть на прекрасных животных, поплавать с аквалангом, заняться дайвингом. Покататься на яхте, увидеть какие-то чудеса природы. Пообщаться с местными жителями, которые очень приятные и интересные люди. Но сегодня мы будем рассказывать вам о школах единоборств, связанных с тайским боксом. Поехали! Первая школа, о которых я вам расскажу, школа Викио, World Committee Organization, которая находится в Паттайе, на центральной улице, недалеко от Сухумбит. Рядом с ней расположен супермаркет «Бикси». Вот и зал. Отсутствует. Поднимаемся в зал. Это тот зал, в котором я побывал, когда приехал первый раз в Таиланд. Я в него возвращался неоднократно и до сих пор, когда представится такая возможность, сюда приезжаю. С тренером мы в очень хороших отношениях. Долгие годы общаемся с ним на фейсбуке. И если есть возможность, я сюда приезжаю и тренируюсь вместе с ребятами. Разминки, как таковой, в тайских залах практически нет. На нее дается 30 минут, и здесь ты уже волен делать то, что тебе заблагорассудится. Но ты должен подойти к этому процессу ответственно, потому что в дальнейшем начнется работа на падах и в парах. Тренировка еще не началась, а пару литров воды мы уже потеряли. Но это неплохо. Подсушиться никогда не помешает. После разминки обычно отводится время для работы на падах. В среднем три раунда. Если боец не устает, можно отработать и четвертый, и пятый раунд. Но обычно ребята очень быстро выдыхаются. После трех раундов нападок можно постоять в парах. Те, кто выступает, могут постоять чуть больше. Разные комбинации. Работа с локтями, коленями. Работа ручками и ногами в зависимости от задания тренера. Для того, чтобы тайский тренер выдавал какие-то секреты, с ним нужно быть в очень хороших взаимоотношениях. И то, он оставил за собой очень много тайн. Сам зал тайского бокса располагается на четвертом этаже. На первом этаже здания находится магазин байков. На втором и третьем этажах начинается фитнес-центр, в котором тренажерные залы и зал карате. Общая продолжительность тренировки порядка полутора часов. Из них работа нападок три раунда, три раундов спарринг, полчаса разминка и в конце, если есть желание, каждый может постоять на мешочке. Работа в 30-ти градусной жаре дает о себе знать. Приезжая из России, акклиматизация занимает порядка двух недель. И в это время, когда приходишь на тренировки по тайскому боксу, ты чувствуешь себя как выжатый лимон. Тренировки начинаются в 15.30, заканчиваются в 17.00. Стоимость одной тренировки составляет 300 бат. Если брать абонемент на неделю, то это будет стоить 1500 бат. Тренировки проводятся во все дни, кроме воскресенья. Поэтому, если брать абонемент, получается выгоднее. Отработав с тренером нападок, мы приступили к спаррингам. Спаррингам в большинстве своем дружеские. Никто не старается нанести как можно больше ущерба противнику. Все относятся к друг другу с уважением. Долгие годы знакомства дают о себе знать. В любой подходящий момент хочется пообщаться. Но время тренироваться. И вот наша прогулка по первому клубу тайского бокса подходит к концу. В Паттайе я бывал еще в клубе Тони, в котором тоже неплохо преподают тайский бокс. И в клубе Фаер Текс. Но о них у меня очень мало видеоматериала, поэтому я не стал его выкладывать. Как говорится в русской пословице, спасибо этому дому, пойдем в другой. После занятия тайским боксом я посетил магазин экипировки для того, чтобы набрать подарков друзьям. Магазин спортивной одежды. Большие скидки. Данный магазин экипировки находится на второй улице, недалеко от Южный стрит. Такие вот шортики. Ну что же, полетели дальше, впереди нас ждет Пхукет. В один из дней на Пхукете я увидел вот такое прекрасное чудо, ничем не отличающееся от Камадосского Лорана. И вот новый лагерь тайского бокса Синби, в котором мне не получилось поснимать тренировки в связи с тем, что я был один. И мне пришлось во время тренировок заниматься непосредственным делом. Но я покажу вам сам зал, расскажу о том, как там проводятся тренировки. Стоимость одной тренировки 500 бат. Проводится она около полутора-двух часов. Начинается с круговой разминки, а дальше, в зависимости от дня, спарринги, пады или работа на мешках. Все по классической схеме. Вот такой вот залчик. Через 15-20 минут начинаются тренировки. Три ринга. Новый груш. Посмотрим. На этом кэмпе я не буду заострять свое внимание. В связи с тем, что он располагался далеко от моего дома, я побывал там всего один раз. А вот в кэмпе Evolution или Синсон Пинонг, владельцем которого является австралиец, и копия такого клуба находится также у него в Бангкоке. Я расскажу чуть подробнее. Конечно же, в своих залах тайские тренера уделяют очень много времени ударам ногами, миддл-пиком и лоу-пиком. Это основа их единоборств. Пока кто-то загорает на солнышке, ребята работают на полную катушку. Молодцы! Находится данный кэмп недалеко от пляжа Сурин. Рядом с ним располагается несколько небольших клубов по тайскому боксу. Но он здесь является самым большим. Кто? Кто будет со мной спарринговаться? Здесь я выбежал на ринг. Веселое у меня было настроение. Здесь тренера подходят более обстоятельно. Они проводят предварительную разминку порядка 30-40 минут. И потом, в зависимости от уровня спортсмена, разбивают его в те или иные группы. С профессионалами, с любителями, или с теми, кто только-только начинает тренироваться в этой сфере. Ну и, как всегда, после работы на падах, небольшие спарринги. Здесь я постоял с молодым тренером по тайскому боксу, который научил меня паре интересных вещей. Мы оказались с ним в разной весовой категории, поэтому я старался работать максимально аккуратно. Не бойтесь приезжать тренироваться в кемпы. Здесь тренируются и профессионалы, и любители, и начинающие, и те, кто провел годы усердных тренировок. Приезжают сюда как мужчины, так и женщины, как молодые, так и пожилые. Чем больше ребят встречаешь в кемпе, тем веселее тренировки. Тренировки в этом зале начинаются в 3 часа дня, заканчиваются в 5 часов вечера. На территории лагеря располагается кемп, где проживают действующие чемпионы и те бойцы, которые только готовятся к покорению вершин. Во время тренировок я встретил много ребят с территории бывшего Советского Союза, Европы, Турции и других государств, с которыми было интересно пообщаться. На этом фото я стою вместе с тайцем, у которого за плечами более 150 боев. Очень опытный спортсмен, который в тренировочном процессе дает очень интересные задания и позволяет каждому научиться чему-нибудь новому. После тренировки начался дождь. Я решил зайти в кафе и выпить свежего фреша, что очень даже приятно после двухчасовой изнурительной работы. Друзья мои, я надеюсь, видео вам понравилось. Если есть у вас пожелания или замечания, оставляйте их в комментариях. Я надеюсь, что последующие видео будут все лучшего и лучшего качества. До новых встреч! Всем вам здоровья, счастья и как можно больше путешествий! Субтитры сделал DimaTorzok